Пока ещё не приняли окончательного решения по кадровым перестановкам в правительстве. Об этом заявил спикер парламента Игорь Гроссу, который также возглавляет партию «Действия и солидарность». Он отметил, что в формировании более тщательно проанализируют работу Кабмина, после чего и примут финальное решение. В ПДС считают, что явные проблемы существуют в сфере юстиции, что и сказалось на имидже страны. Но пока неизвестно, сменят ли в этой связи главу Минюста. Как ранее заявлял и премьер-министр, мы проведём анализ работы министерства, обсудим внутри партии и сделаем заявление по этому поводу. А пока дайте нам время на обсуждение. Внесёт и глава Кабмина свой вклад, поскольку является частью исполнительного органа. Естественно, что и он должен высказаться. Обсудим это в партии и во фракции. В ПДС признают наличие значительных проблем в области юстиции. Думаю, можно обратиться к правосудию, потому что у нас есть здесь проблемы. Но я не обязательно имею в виду министерство, поскольку правосудие — это также прокуроры, судьи и другие правовые институты. Мы знаем, что эти институты приложили некоторые усилия, чтобы пресечь попытки подкупа голосов. Но их явно оказалось недостаточно. Мы не можем позволить этим людям оставаться на свободе. Нужно изменить положение дел таким образом, чтобы люди, угрожавшие демократии, понесли ответственность. Мариан также отметил, что необходимы перемены и в социальной сфере, в экономике. Между тем, депутаты от оппозиции уверены, что в отставку стоит отправить весь Кабмин во главе с премьером. Есть серьёзные нарекания к тем, кто обеспечивает государственную безопасность, продовольственный и образовательный процесс, процесс социального равенства. Эти области очень чётко проявились на этих выборах. Мы узнали у граждан, кто участвовал в голосовании, чем именно они недовольны. Поэтому считаю, что правительство должно сделать соответствующие выводы и подать в отставку. У нас должен быть новый Кабмин с новой программой. В среду премьер-министр Дарин Рычан заявил в начале заседания Кабмина, что перестановки в правительстве произведут в течение 10 ближайших дней. Ранее о необходимости изменений в Кабмине сообщила президент Майя Санду, а также лидер ПДС Игорь Гросу.